Здарова, соучастники! Ну что, соскучились? Я уверен, что начинающие скиноделы смогут подчеркнуть для себя что-нибудь из этого видео, моих рекомендаций и улучшить свой талант. Начнем, пожалуй, с рабочего стола. Рабочий стол называется именно так, потому что он создан для работы. Вот так выглядит мой рабочий стол на данный момент, потому что сейчас у меня в проекте 7 скинов. Организация рабочего стола имеет не самую последнюю роль в любой работе, поэтому я с этого и начал. Собственно, организовывать его нужно так, чтобы ты смог разобраться во всем этом хаосе. В моем хаосе все лежит строго на своих местах. Самые полезные файлы я скинул в правый нижний угол, а временные файлы, с которыми я сейчас работаю, находятся слева. Было бы очень удобно, если бы у меня был второй монитор для них, не правда ли? Мне просто бабушка не разрешает второй покупать и говорит, что электроэнергии много жрать будет. Ну а если вы счастливый обладатель двух мониторов, то мои поздравления. Этот факт вам может сильно упростить скиноделание и дополнительно организовать все необходимые документы. Как? Ну, например, при создании скина часто бывает, что нужно подбирать размер или каким-то образом сводить два изображения в одно. Так вот, на одном мониторе вы можете постоянно сохранять изображение с последующими корректировками, а на другом у вас осу будет открыто и вы быстро сможете обновить скин для просмотра той самой корректировки. Также, если вы берете изображение из интернета, настоятельно рекомендую не сохранять их себе на компьютер и, боже упаси, на рабочий стул. Стул, стол. Стул, стол. Ладно. Просто копируйте и вставляйте в фотошопе комбинации Ctrl-V. Что делать, если файл формата PNG и он должен быть без фона? Скопировать и вставить такой файл в проект не получится, потому что он вставится вместе с белым фоном. Ну, тут уже придется сохранить и перенести проект вручную. Что делать, если копируешь файл и тебе нужно быстро обрезать фон, но изображение больше твоего проекта? Копируешь файл, создадешь новый проект и фотошоп сам подставит размер из буфера обмена и также вставляешь изображение комбинации Ctrl-V. Дальше редактируешь так, как тебе надо. Создание полноценного скина это дело непростое, поэтому я разбиваю его на несколько этапов и выполняю их по одному в день. Всего этапа 3 или 4, смотря по настроению, желанию и творческому вдохновению. Весь скин мне пришлось разделить на 3 или 4 части соответственно. На самом деле, каждый решает, что для него важнее и от чего он должен отталкиваться в первую очередь. Для кого-то покажется отличной идеей начать с геймплейной части, кто-то считает, что главной частью является ранкинг панель. Для меня же основой всей композиции является главное меню или же сонг селек. Мое личное мнение, начинать нужно от большего и доведить дело до конца меньше. Таким образом, главное меню я начинаю создавать с самой большой части в селекшн мод. Делаю я это в специальном шаблоне, который мне любезно одолжили и лежит он как раз там же на рабочем столе. При помощи него можно запросто сделать нижнюю панель вместе с кнопкой меню бэк и верхней частью. Пожалуй, на этом этапе больше всего моего времени занимает как раз селекшн мод, потому что именно сюда человек смотрит в первую очередь и продолжает смотреть туда на протяжении всего игрового процесса. После этого делается меню для выбора режимов, кнопки для выбора карт и звезды. Если меня все устраивает, то я оставляю все как есть и иду стримить или писать смешные тексты для видео такие как этот. На следующее утро... да, я делаю скины по утрам. Так вот, на следующее утро я смотрю на то, что я сделал свежим взглядом и если меня что-то не устраивает, то я подправляю это, ну или делаю все заново. После этого начинается второй этап и я делаю геймплейную часть. В сравнении с предыдущим этапом делается достаточно просто, но как всегда муторно с подстановкой скорбара. Создаются ноты, меняется цветовая палитра в skin.ini, создаю вот эти вот кнопки, которые показывают как ты тыкаешь клац-клац по клавиатуре. Вообще, на самом деле будет странно, если я буду перечислять название всех частей из скина, да и меня просто потом возненавидят все лингвисты. Особенно муторно происходит подбор шрифта для цифр, ведь каждая цифра это отдельный файл и их там аж 10. И каждый нужно отредактировать в фотошопе и перезаписать. Если не понравятся эти циферки, то все делается заново. После того, как я закончил геймплейную часть, я делаю скорбар, пытаясь сделать его необычным и не шаблонным. Вообще, если по секрету, то все мои следующие скины делаются из предыдущих. То есть, за основу следующего скина идет тот, что я выкладывал до. Так вот, я стараюсь делать их не шаблонными и это очень сложно. Особенно, когда ты видишь, что какая-то деталь из предыдущей работы очень подходит к этой. Бывает и такое, что я оставляю какие-то детали. В четвертом и последнем этапе происходит нереальная дичь. Почему? Да потому что файлов для замены очень много. Одних только модов 16 штук. Ну и чтобы не расстраиваться по поводу количества, я мысленно группирую эти части и делаю их по порядку. Моды, фейл и пасс, цифры, буквы ранга, маленькие и большие, обратный отсчет, ну и спиннер. Ну и еще что-нибудь по мелочи, типа фона в главном меню для саппортеров или снега. После всех этих манипуляций происходит окончательная проверка скина на целостность. А то вдруг я что-то забыл. Ну и делаю манипуляции с файлами. Конкретно, создаю вдвое уменьшенную копию скина для мониторов с меньшим разрешением. У меня уже было видео на эту тему. Ну и в файле skin.in придумываю название, сохраняю и из игры экспортирую скин. Все, скин готов. Прошу подписаться на канал и отблагодарить лайком. Или еще чем-нибудь. Спасибо за просмотр. Ням-ням.